Денис Гусев Начинаешь ценить время Потому что мы тут на уровне, в Наринмаре на уровне вытянутой руки Шаговой доступности, как у нас часто говорится Действительно в Москве более сейчас используешь средства связи, коммуникации электронные Потому что расстояние и иной раз приходится действительно время тратить на такие вот моменты, которые связаны с транспортным Сегодня в программе Как продвигаются мероприятия, включенные в постановление Совета Федерации по итогам региональных дней Ненецкого автономного округа в Федеральном собрании Как на федеральном уровне решаются вопросы строительства пристройки к зданию Ненецкой окружной больницы и нового корпуса для инфекционного отделения Ликвидация экологического ущерба, накопленного на Арктическом побережье, в Амдарме требует скорейшего решения Какова цена вопроса? Границы территории вашей персональной ответственности, безусловно, заметно расширились с момента вступления в должность сенатора Ненецкого автономного округа Какие задачи первоочередные вы для себя поставили? Сегодня мы с вами встречаемся, месяц прошел, как я был наделен губернатором Ненецкого автономного округа, бездудным Юрием Васильевичем, полномочиями члена Совета Федерации, сенатором сейчас уже И мы без раскачки, буквально через неделю мы встретились с председателем комитета Мельниченко Олегом Владимировичем, членом которого я сейчас являюсь Губернатор представил меня и мы сразу же наметили перспективу ближайшей работы 5 октября состоялось заседание комитета, где одним из вопросов было выполнение постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа Как продвигаются те решения, которые были приняты ранее в Совете Федерации? Это командная работа, не сенатор, отдельно не представительные органы субъекта, а только одной командой, где органы исполнительной власти, органы представительной власти субъекта, сенаторы Включая наших представителей в Нижней Палате, в Государственной Думе, только командная работа над теми вопросами, которые стоят перед округом, можно достичь результата И в этом случае, конкретно в заседании комитета нам удалось единым фронтом выступить и поставить некоторые акценты Они сейчас промежуточные акценты, посмотрели, какие пункты этого постановления выполнены, какие требуют доработки И сейчас промежуточные вопросы в стадии работы Действительно остро вопросы стоят, потому что сейчас все субъекты стремятся включить стройки свои, продвинуть реализацию своих проектов на территориях Включиться в финансирование, в федеральный бюджет, поэтому это конкурентная борьба И кто в этой конкурентной борьбе более адекватен, более настойчив, тот и получает на территорию федеральные средства 29 и 30 января 2020 года в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации прошли дни Ненецкого автономного округа По итогам мероприятия Совет Федерации издал постановление номер 47 от 12 февраля 2020 года В котором рекомендует правительству России включить на условиях софинансирования Федеральную адресную инвестиционную программу, строительство зданий инфекционного отделения и пристройки главному корпусу Ненецкой окружной больницы Здание специальной коррекционной школы-интерната на 140 мест, здание пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка Также рекомендовано рассмотреть вопросы о софинансировании реконструкции морского порта в городе Нарьинмаре и выделение бюджету Ненецкого автономного округа дополнительных межбюджетных трансферов для решения проблемы высокого процента износа инженерной, социальной и коммунальной инфраструктур Министерству здравоохранения в частности поручено рассмотреть вопрос о включении в федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями Национального проекта здравоохранения оснащение Ненецкой окружной больницы магнитно-резонансным томографом Министерству транспорта поручено осуществлять перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Нарьинмар-Усинск Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий по строительству сетей водоотведения в муниципальном образовании городское поселение рабочих поселок искателей Министерство природных ресурсов и экологии рекомендовано заняться решением проблемы по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории поселка Амдерма Рекомендации также касались мероприятий в области сельского хозяйства и культуры А какие вопросы удалось решить на сегодняшний день? Минздрав поддержал о том, что магнитно-резонансный томограф готовы поставить в Нинницкий округ Но для него нет помещения Мы нашли понимание у Минздрава в этом вопросе Они, конечно, поддерживают о том, что необходимость дополнительных площадей И не только для установки томографа, но и в целом для диагностического корпуса Мы ведь знаем, что у нас очень много с диагнозом онкологии жителей Поэтому необходимость в скорой и на ранних стадиях диагностики, она не то, что актуальна, она необходима Минздрав поддержал Сейчас вышли от комитета на Министерство финансов В частности, министр финансов И уже дальше будем двигаться в рамках бюджета федерального Эта работа не окончена И сказать, что мы сейчас включили эту работу Это было бы немножко самоуверенно Мы сделали шаги от того постановления о развитии И вот промежуточная стадия И сейчас мы входим в финансовую часть этого вопроса Пристройка главному корпусу Ненецкой окружной больницы На ее возведение и приобретение необходимого оборудования требуется порядка 1,2 млрд рублей Проект планируется реализовать в рамках национального проекта здравоохранения На условиях софинансирования из федерального и окружного бюджетов Новое здание инфекционного корпуса будет построено на земельном участке Прилегающем к больничному городку В новом корпусе планируется разместить приемное отделение со шлюзами и санпропусками Амбулаторный прием на 20 посещений в смену Стационар на 30 коек и следовательские лаборатории На строительство инфекционного корпуса требуется 640 млн рублей У нас очень актуально стоит строительство пришкольного интерната в Каратайке Также этот вопрос именно прос в этом эконом-развитии Действительно и все понимания есть о том, что средства, которые требуются Они значительны для нашего арктического региона Где строительство гораздо значительнее, затратнее Поэтому обсуждение этой дискуссии нашло Действительно, что необходимости сейчас будут на уровне Министерства голосования Но эта работа идет, нас слышат, мы представлены на этом уровне Ряд вопросов, связанных с экологией Нужно сказать, это накопленные на побережье металлолом, мусор То есть тоже слышат, и Минприроды готовы поддержать В той части софинансирования этот проект Он очень дорогостоящий этот проект Да, это дорогостоящий этот проект Но он состоит в задаче общегосударственной Очистить Арктику Президент об этом говорил Поэтому мы перспективная территория для дальнейшего развития И северный морской путь Поэтому очистить и минимизировать экологический ущерб Это государственная задача Не только регионального уровня, но и федерального Я просто приведу вам пример о том, что сейчас Буквально вернулась делегация нашего комитета с Норильска Где, вы знаете, был техногенный разлив Совет Федерации и наш комитет по федеративному устройству Региональной политики, местному самоправлению делам Севера Активно включаются в эти процессы Поэтому этот вопрос тоже не значен и важен С учетом тех процессов, которые происходят И на тех, которые акцентируют внимание Вот как пример привел делегация комитета Сейчас пребывала в Норильске И все те условия и те затраты, ущерб Которые неужели впрямую увидеть и посмотреть, как идет ход ликвидации этого разлива 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильска Таймырской энергетической компании, входящей в группу Норильский никель Произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом В окружающую среду вылилось 20 тысяч тонн топлива Инцидент признан чрезвычайной ситуацией федерального значения 30 сентября 2020 года в Оренбурге на территории бывшего завода РТИ Из-за несоблюдения производства произошел разлив нефтепродуктов Что повлекло причинение ущерба окружающей среде По факту возбуждено уголовное дело 4 октября 2020 года дистанционный режим обучения Введен в школе номер 70, расположенный на острове Кигоостров в Архангельске Из-за утечки нефтепродуктов После закрытия образовательных учреждений Специалисты провели работы по очистке водной поверхности 6 октября 2020 года в Рамонском районе Воронежской области Был выявлен факт разлива нефтепродуктов в акваторию реки Воронеж На площади около 7 тысяч квадратных метров 10 октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации местного значения Из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангара Введен властями Кежемского района Красноярского края В районе вахтового поселка Новая Кежма во время перекачки дизельного топлива с баржи Произошел разлив около 500 литров нефтепродуктов 17 октября 2020 года в районе Харьягинского месторождения Произошел разлив нефтепродуктов из-за отказа трубопровода В районе дюкерного перехода через реку Колва на предприятии Лукоил-Коми Следственным управлением по Архангельской области и Нинецкому автономному округу Возбуждено уголовное дело По данным мониторинга Росприроднадзора В 2019 году в России было зарегистрировано 819 случаев разлива нефти На общей площади 93,5 гектар Это значительно меньше, чем в 2018 году Там произошло 3000 случаев на площади в 214,5 гектар Экологический ущерб накоплен в том числе и за счет деятельности Министерства обороны В той же Амдерме И на рекультивацию этого поселка действительно очень много денег уходит Если федерация, допустим, я точно цифры не помню, 60% выделяет А округу нужна, допустим, оставшуюся часть И для нас это неподъемная сумма, тем более в условиях кризиса И, насколько я знаю, рекомендованного округа обратиться в Министерство обороны С предложением поучаствовать в реализации этого проекта Весь вопрос финансирования, правильно вы сказали И сейчас в рамках рекомендаций нашего комитета Вышли с предложением от региона, чтобы часть софинансирования 10 на 90 Которая бы устраивала и регион И вместе с тем бы позволила более оперативно ликвидировать Это совершенно другие цифры Да, да, вот с этими рекомендациями Министерство обороны поддержали И действительно эта работа продолжена Но, конечно, сейчас же стоят вопросы прежде всего о социальных объектах Мы говорим, вот с вами сказали, о пристройке медицинских уреждений И губернатор ставит задачу Ну, это жизнь наша То есть люди и жители Необходимость диагностического, вот мы уже сказали Необходимость инфекционного отделения Это сейчас вот первостепенная задача Это вот эти объекты Которые требуют федеральной поддержки Вместе с тем мы говорим о том, что водоотведение в поселке Искатель Это тоже важный объект Очистные сооружения есть Необходимость создания водоотведения Требующая значительных капиталовложений Это тоже рассматривалось на заседании комитета Это тоже вопрос проработки Это необходимость помощи Чем больше мы по таким значимым Для нас социальных объектам Говорим на федеральном уровне Тем вероятность получения средств И дальнейшая реализация этих проектов Она реальна По оценкам специалистов Фонда полярных исследований Полярный фонд Площадь загрязнения от накопленного мусора В Амдерме составляет 100 тысяч гектар Объем накопленного ущерба 110 тысяч тонн металлолома После прекращения в 1990-х годах Деятельности почти всех предприятий На территории Амдермы Остались здания и сооружения Хозяйственно-бытового и технического назначения Склады, свалки металлолома Бытового и строительного мусора Брошенный транспорт Локаторные станции Емкости с горюче-смазочными материалами Резервуары и бочки с неизвестным содержимым На ликвидацию экологического ущерба В Амдерме и водоемах Требуется порядка 3 миллиардов рублей Территория поселка Амдерма Уже включена в федеральный реестр объектов Накопительного вреда окружающей среде Вы сейчас стали участником обсуждения бюджета Уже на федеральном уровне Федерального бюджета На следующий год До 21-й И плановый период Какие прогнозы В условиях всех наших кризисов Пандемии и так далее Бюджет сбалансирован С учетом Фонда национального благосостояния Ресурсов С учетом того, что И прогнозы были о том, что Ситуация связанная с коронавирусом Будет хуже И повлечет более резкие Изменения в экономической ситуации Но я бы хотел Ацентировать внимание, что Совет Федерации Это палата представителей регионов И главный акцент В рекомендациях От Совета Федерации Был сделан на том, что Поддержки регионов Тех выпадающих доходов Которые в связи с данной ситуацией С экономическим спадом Связанной с пандемией Они были максимально компенсированы И это было уже не просто В каком-то режиме бюджетного года Буквально было В таком текущем плане Где необходимость На разных стадиях Министерство финансов Могло бы оказать помощь регионам Вот этот акцент Был председателем Совета Федерации Валентина Ивановна Был сделан Он звучал не только На парламентских слушаниях По бюджету Но вот сейчас Начиная с сентября Начиная с осенней сессии Это лейтмотивом На каждом заседании Присутствует и звучит Потому что ситуация региона Находится в сложных ситуациях Выпадающие доходы Поэтому поддержка регионам От федерального бюджета Она просто необходима Очень актуально для нашего региона В связи с выпадением доходов От налогов на нефть На сессии собрания Депутаты приняли решение Обратиться в правительство России Чтобы эти выпадающие доходы Каким-то образом С помощью федерального бюджета Вернуть в округ Там речь идет порядка 4 миллиардов На каждом заседании Эта тема подымается То есть мы говорим И министр финансов выступает И счетная палата Палата регионов И выпадающие доходы Они звучат Эту проблему знают На федеральном уровне Готовятся к этому И оказание помощи Мы знаем о том Что закреплены даже Уполномоченные За более Тех регионов Где сложная Социально-экономическая ситуация Закреплены Из министров 10 регионов Это вот Таком оперативном Фактически вручном режиме Напрямую Члены правительства Работают с регионами И поэтому Следующий год Он действительно Сложный Где помощь регионам Она стоит на первом месте И поэтому Вопрос в том В объеме этой помощи Действительно Вот сейчас В рамках формирования бюджета Уровень выпадающих доходов Он действительно Должен быть сбалансирован Компенсирован Вот это главная задача Если говорить о федеральном бюджете Он Какой характер будет иметь Трудно ведь говорить Сегодня о развитии Все-таки Экономический рост будет Планирую Что все-таки В следующем году Небольшой Но это экономический рост Прогнозы И Такой значительный спад В экономике Вот в этом году Да Поэтому Прогнозы Действительно Об экономическом росте И в 22-м 23-м Это на уровне Более 3-х процентов Поэтому Прогнозы Благоприятны С учетом того Что изменения Налоговой политики Реализации Национальных проектов Которые Позволят Немножко Перезапустить Экономические Модели Работы Внутри Российской экономики Все-таки Прогнозы Они Положительные Но Я бы хотел отметить Что Очень много И от нас здесь В регионах Зависит Эффективное Использование Финансовых Ресурсов Вот тех Федеральных Средств Которые Которые Укру получает Это Часть нашей Тоже работы Совместной Там мы говорим О том Что мы Готовы Получить Эти средства Но нам Эти средства Надо Наиболее Эффективно Использовать Чтобы у нас Не проставили Объекты Которые Являются Субфинансированием Из федерального Бюджета Мы должны иметь Хорошую Репутационную Историю В этом плане Хотя есть Не надо скрывать У нас есть В предыдущие Года Сказать о том Что федеральные Средства Получили Мы Не построили Здесь объекты И поэтому Это Движение Двухполосное Мы говорим О федеральных Средствах Один этап Их получить Эти федеральные Средства Второй этап Их реализовать Оптимально В сроки Положенные Мы говорим Да Сейчас вот Ритмичная работа Идет по выделению Средств на дорогу Сыктывкар На Ринмар Причем И в Коми Республику Выделяется И нам Средства С двух сторон Этот проект Идет И он финансируется И сроки Соблюдены И есть Видимое Очертание Окончания Этого проекта Подрядной Организации Мы даже Сталкиваемся С тем Что Дорогу Разбивают Здесь То есть Работа Настолько Интенсивно Идет Что мы Ощущаем И здесь Даже Что Действительно Идет Отсыпка Идет Строительство Этой дороги Вот Как один из Примеров Реализации Но есть Конечно Реализовываться Проекты Где наши Объекты Это Лет 5 назад Строительство Фоков Еще каких-то Объектов Они В срок Не сданы И поэтому Это тоже Своебразный Такой Маркер Нашей Эффективности Мы каждый здесь На своем месте Должны ответственно Подходить К этой работе Строительство Дороги Нарьян-Марусинск Началось В 1991 Году И прервалось В 2010 Тогда Недостроенными Оставались 80,5 Километров Возобновилось Строительство Трассы Лишь в 2015 Году При содействии Президента Российской Федерации С тех пор Были построены Четвертый И третий Участки Общей протяженностью 30 километров На сегодняшний день Осуществляется Строительство Трех этапов Первого участка Подрядчик Работает С опережением Графика Строительство Дороги Производится В основном За счет Федерального Бюджета В целом Для завершения Работ Необходимо 17 миллиардов Рублей На сегодняшний день Правительством Выделено 6,3 Миллиарда Рублей Еще 4 миллиарда Рублей Выделено После переговоров Губернатора Ненецкого Округа Юрия Бездудного И заместителя Министра Транспорта Андрея Костюка Помимо этого Министерство Финансов Совместно С Министерством Транспорта Планирует На 2001-2003 Годы Выделить Еще 3,9 Миллиарда Рублей Таким образом Для завершения Строительства Дороги С учетом Нулевого Участка С мостом Через реку Шапкина И второго Участка Останется Региона И напрямую Связан с его Дальнейшим Развитием Вы сейчас Находитесь В округе В рамках Региональной Недели Сенаторской Как часто Они будут Проходить Какой принцип Работы Мы должны Очень плотно Работать с регионом Региональная Повестка Она должна Превалировать Над общей Российской На этом этапе Мы сейчас Находимся В сложной Ситуации Поэтому В регионе Необходимо Быть Необходимо Находить Точки Точки Цеплика Восстановение Консультирование Вот мы С органами Исполнительной Власти В рамках Работы Комитета Цифры Проекты Как я Как представитель Исполнительные Органы Власти Должен Аргументированно Четко Представлять Те Проекты И те Начинания Которые Планируются В округе И анонсируют Их на всех Площадках Независимо Совета Федерации Государственная Дума Есть такая Возможность Мы должны Чтобы Миненческий Округ И те Вопросы И те Проблемы Они были Озвучены И на всех Площадках Федерального Уровня Поэтому Задача Стоит Именно Работать От Региона Понятно Что Плаз Большой Федерального Законодательства Он Действительно Глобален В рамках Работы И комитета И совета Федерации Поэтому Акценты Все-таки Сделаны На работу Плотно С регионом Поэтому В каждую Неделю Мы Я уезжаю В сельское Муниципальное Образование Мы общаемся С Общаемся С Муниципалитетами С главами Муниципалитетов Может быть Я скажу Так что Большая С помощью То что Я в предыдущие Созывы Был и депутатом Сополярного Района Был Вот Сейчас ушел С поста Председателя Городского Совета Это во многом Не помогает Потому что Муниципальные Проблемы Мы отталкиваемся От них Много Дают Большой Шире Кругозор Тех проблем Которые У нас имеются Ну вот Мы Опять сейчас Вернемся К рассмотрению Федерального Парламентской Суши Федерального Проекта Федерального Бюджета Очень Серьезный Акцент Был сделан В рекомендациях Совета Федерации На развитие Сельских Территорий Это было прописано И это Очень Такой важный Аспект Кстати Остались Нерешенными Какие-то Вопросы На уровне Муниципальном Будучи Председателем Городского Совета Я все-таки Был Муниципальным Депутатом И Свой Избирательный Укруг У меня Это Обязательство Осталось Которые Вот Я В рамках В рамках Уже Сенатора Мы Обязательно Те Вопросы Я обязательно Закончу И завершу Конечно Мы И сейчас С коллегами У нас Очень Сформировался Хороший Коллектив В городском Совете И Я думаю Те традиции Которые Мы Начали Вот В этом Году И на Объекты Выезжать И С Теориальным Общественным Самоуправлением Общаться С Клубами Общения Прямой Диалог С Жителями Он Продолжится Это Максимально Публичная Деятельность Действительно У нас есть Нам Не надо Уходить От проблем У нас Есть Проблемы Мы Должны Постепенно Решать В рамках Муниципалитета Есть Положительные Я вам скажу Есть Положительные Шаги Но Есть Где Нам Необходимо Еще И Дорабатывать Вот Поэтому Я говорю Что От Муниципальных От Городских Проблем Я Наверное Еще Наверное Не уйду Долгие Годы Потому Что Люди По По Тому Истории Которые Депутатской Деятельности Партийной Деятельности Они Они Так же Обращаются Но Надо Надо Помогать И Надо Слышать Уже В новом Статусе Поэтому Я С главой Неринмара На контакте С главой Заполярного Района Частные Вопросы Которые Не касаются Даже Федерального Законодательства Мы Стараемся Помочь Людям Район 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 Субтитры подогнал «Симон»